Доброго утра дорогие друзья! Хотя для рынка оно далеко не доброе и биткоин в моменте провалился под 65 тысяч. Почему так происходит и что стоит ждать друзья? Не проснулся еще. Что стоит ждать в самое ближайшее время? Давайте попробуем с вами разобраться. С точки зрения причин, почему мы видим это большое падение, я не нашел никаких пока что новостей. Возможно аналитики еще спят и не знают, чтобы такого нам рассказать и объяснить. Если вы знаете, напишите обязательно в комментариях, что явилось триггером столь высоких распродаж. Но тем не менее, на мой персональный взгляд, какого-либо одного ключевого фактора тут нет. Ну по крайней мере я его не нашел, но это падение было достаточно прогнозируемым. И об этом я писал у себя в телеграм-канале поздним вечером, когда смотрел рынок, когда смотрел, что мы получили по итогу дня. И в целом было достаточно серьезное давление. И с утра, друзья, я вот проснулся и увидел, что мои позиции, шорты, а именно был шорт по тону, открывал его где-то здесь. И шорт по аде открывал его, соответственно, друзья, вот здесь. Здесь закрылись по всем тейкам. То есть все тейки, которые здесь только можно было представить, даже самые далекие, которые я ставил, думаю, ну уже пусть будет. Соответственно, я увидел, что они сработали. И я вообще не люблю оставлять позиции овернайт. Но, друзья, рынок вчера смотрелся очень-очень сильно помедвежьи. Ну, было видно, что есть давление со стороны продавцов. Что мы видим сейчас? Очень большое ускорение цены. Я думаю, что волатильность, друзья, вот эта большая волатильность, она, по крайней мере, в моменте себя исчерпала. Может быть, конечно, мы получим какие-то добои. Но я думаю, что, опять-таки, с точки зрения статистики, друзья, бывает всякое. Да, и бывает действительно падение, когда мы еще там 2-3 таких палки можем увидеть за день. Бывает и такое. Но, как бы, с точки зрения вероятности угадать такое движение нельзя. Можно было спрогнозировать вот это падение, что, собственно, я и сделал. А вот размер движения, и уж тем более такие аутлайнеры, когда мы видим, там, не знаю, 3-4-5 сигм в течение дня, ну, это нельзя спрогнозировать никаким образом, если у вас нет какого-то инсайда. То есть, мой базовый прогноз, друзья, что, во-первых, волатильность должна упасть. Во-вторых, я думаю, что мы можем получить отсюда неплохую коррекцию. И те же Ада и Тон, которые у меня закрылись по тейкам. Сейчас я перевернулся по ним с утра и, в общем-то, немножко прикупил это небольшие позиции с перспективой их доливки. Потому что мы никогда не знаем, ну, как пойдет цена. То есть, может быть, мы дадим коррекцию, потом сходим вверх, может быть, мы сразу пойдем вверх. А может быть, мы пойдем вниз, а, соответственно, здесь, чтобы не получать большого стопа, я взял позиции небольшие. Вот, друзья, это то, что мы с вами имеем на сегодняшний день. Но с точки зрения долгосрочных перспектив, я по-прежнему остаюсь достаточно скептично настроенным с точки зрения будущего. Об этом я говорю в последних видеороликах. Последние несколько недель я говорю о том, что рынок перегрет. И о том, что идея альтизона, которую нам продают инфлюенсеры, это очень сомнительная история. Потому что публики новые нет, имеющаяся публика уже все купила, соответственно, дисбаланса в сторону спроса мы получить не можем. И для того, чтобы дальше рынку расти, конечно же, из этого рынка нужно эту публику, которая загрузилась, которая, значит, под идеей обфронтить институционалов, которым вот всем нам рассказывали, что давайте, давайте, залетайте. И действительно, друзья, ну что же, греха таить, с биткоином эта история, она, собственно, сработала. Я не прогнозировал этого. То есть, как бы, вот, я думал, что данный тренд не произойдет. Но справедливости радио вообще мало кто прогнозировал. И даже те, кто занимаются созданием ETF, в частности, там, вот, биткоин ETF, их самые оптимистичные прогнозы не включали подобного сценария, подобного притока капитала, который мы с вами наблюдали. Вот, друзья. Но, тем не менее, я думаю, что в среднесрочном плане вот это давление еще не закончено. То есть, мы сегодня можем получить какой-то технический отскок, в который я сейчас пытаюсь сыграть, друзья. Посмотрим, получится, не получится уж ни ванга. Шара у меня нет. Но, тем не менее, как бы, краткосрочно. Я думаю, что мы отпадали с большей вероятностью. Сейчас мы можем получить какое-то неплохое движение вверх. А вот с точки зрения долгосрочных позиций, друзья, я по-прежнему остаюсь скептиком. В общем, если понравился такой небольшой, кратенький обзор, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк этому видеоролику и подпишитесь на канал. Ну и также подписывайтесь на телеграм-канал, где в последнее время я выкладываю больше конкретных сделок. Вот, например, вчера было две идеи, которые дали заработать. Это был Ripple. Это был, собственно, тот же Тон с утра в шорт, где я показывал скрытого, значит, скрытого покупателя. Объяснял, как с ним можно работать. И, в общем-то, много-много полезностей. Ну и также, друзья, не забудьте заглянуть в закрепленный комментарий. Это BitGet раздает деньги для вас, для моей аудитории. 50 мест. Сейчас занято, по-моему, 17. Я последний раз смотрел. Дают вам сразу же 5 долларов, значит, денег на счет за регистрацию. И до 100 долларов вы можете получить кэшбэком при пополнении, соответственно, депозита, при прохождении KYC и при совершении первой сделки. В общем, друзья, чекните этот пост. Реально классные условия. Опять-таки, я стараюсь выбивать от своих партнеров наилучшие условия для вас, чтобы они делились с вами какой-то ценностью, какими-то плюшками. И в данном случае это живыми деньгами. Поэтому, друзья, пользуйтесь. BitGet вроде бы неплохая площадка. С ними мы только начали сотрудничать. Пока что фидбэка не так много, но, тем не менее, негатива тоже нет. И если он, конечно же, будет, вы можете писать мне напрямую, и я буду пытаться решить вашу проблему, вашу пользу. В противном случае мы будем делать все эти, как бы, кейсы публичными. Что, разумеется, BitGet будет всячески пытаться и, как любая другая биржа, избежать и, в общем-то, решить вопрос вашу пользу. В общем, друзья, по рынку такие мысли. Еще раз большая просьба поставить лайк за оперативный апдейт, подписка на канал. Ну и увидимся. Я думаю, что сегодня вечером, либо же, в крайнем случае, завтра, на трансляции, где я буду отвечать на ваши вопросы. И здесь, кстати, в Телеграме есть специальный пост, где вы можете написать мне вопрос или же прийти с вопросом онлайн, соответственно, задать его в режиме реального времени и, в общем-то, получить на него ответ. В общем, друзья, больше вас не томлю. Всем доброго утра, хорошего дня. Андрей Михайлович был с вами. Увидимся. Пока-пока.